Отоплением пользуются, а за газ не платят. Только в одном Владимире за поставку газа для крышных котельных многоэтажек управляющие компании задолжали порядка 15 миллионов рублей. Речь идет о 40 управорганизациях города. Кто-то не оплатил всего за месяц, кто-то не платит по счетам уже полгода. Эта цифра не статичная, она ежедневно изменяется, поскольку сейчас отопительный сезон и постоянное потребление газа происходит. И платежи управляющими компаниями свершаются. Но, к сожалению, в большинстве случаев не в том объеме, который предусмотрен. Воздействовать на злостных неплательщиков газовики решили через надзорные органы и городские власти. Ресурсники заявляют, если долги не закроют, подачу газа в котельные могут вообще приостановить. Управляющие компании парируют. Откуда им взять деньги? Задолженность за газ образовалась из-за собственников, которые не платят по счетам. Крышные котельные строят только в новых домах. А квартиру в новостройке многие используют как инвестиции. Собственники могут проживать в других городах и даже за границей. Вот за газ и не платят. Этот дом на Нижней Дуброве сдали только в 2017 году. А задолженность по коммунальным платежам здесь уже перевалила за миллион рублей. У ресурсоснабжающей организации договор именно с управляющей компанией, то есть между двумя юридическими лицами. Я представляю интересы собственников и оплачиваю платежи в соответствии с тем, как мне платит население. Если население задерживает платежи по каким-то причинам, а причин очень много, мы постоянно ведем работу по взысканию этой задолженности. Но это приличное время, доходит до полугода, чтобы долг вернуть за это время, за время разбирательства эти полугодичные, то есть накапливается следующий долг. Чтобы коммунальные платежи от собственников квартир в новостройках поступали вовремя, дом должен полностью заселиться. А для этого нужно время. Вот и получается, что за газ не платят одни, а страдают другие. После объявления о том, что газ в котельных могут отключить, жители массово пошли жаловаться в управляющие компании. Там заверяют, без тепла среди зимы никого не оставят. Очень болезненные люди реагируют на эту ситуацию. То есть они, ну, о том, что они задают вопросы, куда же идут их деньги, это само собой. То есть мы разъясняем населению, сколько потребили газа, сколько получили за газ от населения, сколько передали ресурсоснабжающей организации, зачастую складывается такая практика, что мы получили от населения запотребленный газ одну сумму, а передаем ресурсоснабжающей организации большую сумму, чем, по сути дела, к нам вступила. Решить проблему, уверяют в управкомпаниях, могут прямые договоры. Это когда сами жители заключают договор с газовой службой и платят деньги за отпущенный газ напрямую, выключая из этой цепочки управляшку. Но газовщики поясняют, котельные на балансе у них не стоят. По прямым договорам газ поставляется только на газовые плиты и газовые колонки в квартирах. В домах же с крышными котельными газ нужен для иных нужд, за которые отвечает не «Газпром», а именно управкомпания. Отопление горячего водоснабжения зависит от систем, не связанных напрямую с газоснабжением внутри дома. То есть это отопительные системы, условно говоря, трубы для подачи горячей воды в квартиры жильцов. Поддержанием этих систем в работоспособном состоянии занимается как раз-таки управляющая организация. Как дальше жители будут платить за газ в крышных котельных, покажет время. Вопрос уже выносили на совещании в управлении ЖКХ. Ясно одно, без отопления зимой люди не останутся. Управляющие компании пообещали газовикам полностью рассчитаться с долгами к 1 января 2019 года. Никита Каргаев, Валерий Саенко, Артём Горчаков. Шестой канал.